Америка там не разделилась Это вложение, ты сдаешь недвижимость в аренду Хорошо, давай просто опустим это Хотя это далеко не легкий груз на плечах многих семей Даже без ипотеки проблема с долгами все еще насущная Аналитики TheAtlantic.com, ссылаясь на данные ФРС США, выяснили, что долги потребителей с движимым имуществом выросли почти в 10 раз с 48 по 2008 Благодаря инфляции 1186 долларов стали равноценны 10-168 Сейчас у нас новая история Проблемы уникальны только для нашего времени Рост цен на обучение, жилье, медуслуги Точно так же, как и задержка зарплат Все это обрекает людей на сожаление, безнадежие и разочарование Если брать во внимание исследования 52% американцев говорят, что на их личные финансы без слез не взглянешь И в этом видео я не просто хочу углубиться в проблему, но также хочу поговорить о решении Решение это далеко не простое, придется потрудиться, чтобы выбраться из этого очка и заполучить финансовую свободу Но это все же возможно Не знаю, как ты, но постоянная работа, неважно, любимая это дело или нет, накопленная усталость дает о себе знать Поэтому я временами позволяю себе зарубиться во что-нибудь толковое и веселое И совсем недавно я открываю для себя RAID Shadow Legends Что сразу же подкупает, это огромное игровое сообщество, насчитывающее более 1 миллиона активных пользователей RAID доступен как на мобильных платформах, так и на ПК Игра абсолютно бесплатная Суммарное скачивание игры уже превысило 25 миллионов во всем мире Игра не из разряда, потыкал и выбросил В ней можно развиваться, изучая и создавая бесчисленное количество стратегий и тактик Как самому, так и с помощью гайдов, которые можно найти на YouTube RAID постоянно выпускает новые обновления И прямо сейчас в разработке находится самое крупное ближайшее обновление Роковая башня в подземельях Это 120 этажей суперсложных уровней и еще более сложных боссов Чтобы победить их, вам придется создавать особые команды чемпионов И продумывать специальные стратегии ведения боя В игре я под ником KramArtist Поддержи мой канал и качай RAID Shadow Legends по ссылке в описании И в качестве нового игрока ты получишь ключ кланового босса Долги один за другим, торгуя свободой в ущерб себе Кажется, единственное, что нас волнует тогда, это оставаться на одной волне с окружением Пойти в один колледж и носить такой же телефончик у себя в кармане Займы помогают нам получить вещи, которые, как мы считаем, нам нужны Взять, например, покупку машины Если ты живешь в городе без отложенной системы общественного транспорта Тебе, скорее всего, понадобится автомобиль, чтобы колесить до работы Это необходимость для многих из нас И такое объяснение становится правдоподобной финансово-рентабельной штукенцией Купить свою хотелку Что, собственно, и делает большинство американцев И все эти оправдания, как пища потребности Чтобы купить модель с подогревом, люком на крыше И автоматической параллельной парковкой Потому что, ну я же еще тот парковщик А тут всего три тысячи переплатить Фигня на фоне сорока тысяч за машину Мы покупаемся на слова всех этих продавцов Вы же и шачили, как слон И заслужили тот самый автомобиль Мы заслуживаем то, что нам нравится Вместо того, чтобы выложить пару тысяч долларов, что есть на руках И купить надежную машину с пробегом Мы берем эти деньги и используем как первый платеж на новую Мы покупаем машину, но также мы покупаемся на статус-кво Думаем, да в чем проблема? Небольшой должанский, у меня же и так 300 тысяч долларов ипотеки 30 тысяч долларов долго за обучение в колледже И бог знает сколько по моей кредитке Мы задумываемся, неужели это какую-то погоду сделает? И да Да, и еще какую погодку Самая большая проблема, ты растягиваешь бюджет, который тебе не принадлежит Ты закапываешься в долги все дальше и дальше И откладываешь финансовую свободу в долгий ящик годами Мы принимаем такого рода решения, куда ни посмотри И с довольной миной делимся этими успехами в соцсетях Показывая новую тачку, шмотки, новые обновленные девайсы А в это время сгораем от чувства волнения и давления Идущего от каждого банковского предписания счета Здесь дело не столько в общественном одобрении, почему мы не берем кредиты А сколько в обратной ситуации, общественном неодобрении Пойти учиться в местную шарагу Жить дома с родителями Купить старый заезженный дрондулер, чтобы добраться из пункта А в пункт Б Мы продолжаем кормить себя идеей, что если хотим быть счастливыми и принятыми Нам нужно копить барахло И как результат, мы все глубже тонем в этих долгах Возможно, это новый тренд жизни, что мы должны быть приняты обществом Но тебе ему следовать вовсе не обязательно Ты не обязан идти по этому пути Это непростая дорога Далеко не просто поменять курс своей жизни И делать противоположное тому, что все остальные в твоем окружении делают Но поверь мне, оно того стоит Только представь, как придешь к жизни, свободной от долгов Уберешь груз со своей шеи Жизнь, в которой ты можешь уйти с ненавистной работы Потому что ты финансово защищен и финансово стабилен Когда мне было 22, я понабрал долгов куда больше всех своих друзей Это позор, я позорище Я задолжал на сумму более 117 тысяч долларов Студенческого долга и кредита за машину Так что с этой проблемой я знаком лично Знаешь, поначалу я даже думать об этой проблеме не хотел Это же жесть 117 тысяч долларов Казалось, что я этот долг и за миллион лет не выплачу А затем Отложил этот вопрос в долгий ящик Но однажды я стал смотреть на этот вопрос реально Думая, что же мне это солит в будущем Мне будет 40 Я все так же буду ежемесячно башлять по 400-500 баксов и так 20 лет плюс И все благодаря решению, которое я принял в свои 18 лет Задумайся, сколько проблем мы создаем пока подростки И обязаны расплачиваться за ошибки десятилетиями И тогда я и начал задумываться, как измениться Как же мне из этой ситуевины выкрутиться Из этого опыта я вынес несколько уроков, которые помогут на твоем пути Во-первых, ты должен осознать, какое мощное, а также негативное влияние оказывает на тебя твой социальный круг Есть некоторая преграда, которая отделяет тебя от первых шагов в сторону финансовой независимости И так же, как я рекомендую окружить себя людьми, которые будут тебя вдохновлять и мотивировать Я также рекомендую тебе безжалостно почистить свою новостную ленту И отписаться от всего и вся, что вгоняет тебя в сомнение необладания Ты, возможно, будешь ловить косые взгляды И вряд ли получишь отклик в социальных сетях Но это важный этап, чтобы не сойти с твоего пути Правило один для личных финансов Про него я отвержу не первый раз, оно просто до безобразия Ты должен тратить меньше, чем зарабатываешь Но что удивительно, большинство поступает наоборот Отсюда в Америке столько должников, да и во всем мире Все потому, что люди тратят деньги, которых у них нет И чаще всего с ростом дохода увеличиваются наши расходы А дальше жизненные стандарты подключаются Много денег, значит куплю новую квартиру Тачку куплю получше, продолжу уровень жизни повышать И это самая серьезная проблема Самая опасная ловушка, в которую можно попасть, когда только начинаешь работать над долгами И что же ты можешь сделать прямо сейчас, неважно какая у тебя зарплата Начни урезать расходы как только можешь Найди возможность отката Например, переедь к своим родителям Как я, собственно, и сделал Будут жертвы А куда без них-то? Про свидание, как и личную жизнь в целом Я забыл на два года, прежде чем вышел на другой уровень заработка Как же мне свезло, что моя мама делает такую вкуснячую лазанью Одно из преимуществ пандемии, она заставляет нас быть осторожными Во многих случаях Начиная от стрижки и до превращения квартиры в мини-спорт-зал Только это ежегодно сэкономит тебе тысячи долларов И нет, я не призываю делать это с каждым аспектом жизни Вложение в здоровье – это абсолютная необходимость Но когда ты платишь по долгам, оно как повод для компромисса Тебе придется пойти на жертвы, ориентируясь на свои доходы и потребности Тебе нужно быть честным с самим собой Какую роскошь ты вывезешь, а какую стоит попридержать, пока не укрепишь свои финансовые позиции Самое большое препятствие на твоем пути – это неопределенность, сколько времени тебе потребуется, чтобы выплатить долги Это процесс небыстрый Особенно, если у тебя 10-15 тысяч долларов долга Лично я выплатил свой долг в 117 тысяч долларов за 4 года И тому виной две причины Первое – я радикально урезал свои затраты И переехал жить к родителям Отказался от всего, чего только мог И правда, только благодаря этому я смог увеличить свой доход как на дрожжах Как и на режиссер-фрилансер Сейчас твои успехи во многом зависят от экономики Во многом от твоих навыков, но даже Это не гарантия твоего успеха Ты должен убедиться, что у тебя в голове нужны установки Которым ты сможешь придерживаться 5-10 лет подряд, чтобы выплатить все свои долги И одна из ранних установок, к которой я пришел тогда Я понял, что пока в твоей жизни присутствуют долги, деньги, которые ты зарабатываешь, тебе не принадлежат, а принадлежат банку Когда ты понимаешь, что каждый заработанный доллар, каждый чек, который проходит через твой счет в банке, все это не твое, потому что это долги Это очко Когда ты поймешь это, тогда ты не будешь постоянно доказывать себе свои права Ну я же так пахал, или мне тут запеха капнуло, пойду-ка я себе новую пятую соньку куплю Тебе нужно стать прагматичнее в отношении денег в твоем кармане Начать смотреть на вещи с позиции чистых активов Что если ты продолжишь рыть туннель в обход заемных денег у себя в кошельке? Тогда ты не сможешь тратить деньги, которые тебе принадлежат Поначалу тебе будет сложно адаптироваться к такому мышлению Отстраниться от денег, тех денег, которые так тяжело зарабатываются Но это очень-очень мощно меняет и перенастраивает твое отношение к собственным деньгам В наши дни так легко закупаться на кредитку или взять в кредит новую тачку Из года в год компании выкатывают новые гаджеты с незначительными изменениями, на полшишки лучше, чем в прошлый год Кричащая реклама, конференции, бесконечные статьи и обзоры на YouTube заставляют тебя задуматься Вот я барон не купил, и мы покупаемся Да как же я жил без этого раньше? А все вокруг продолжают говорить, что покупать в долг это нормально Но я надеюсь, ты уже понимаешь, посмотрев это видео, что это не нормально Покупай поддержанное, восстановленное, одолжи у семьи и снизь все затраты, какие только можешь А лучше вообще не покупай, пока финансы не будут позволять Занимайся этим годами, пока не сможешь расплачиваться без последствий Ты точно так же придешь к нужной цели, но чуть позже Но самое главное, ты сохранишь нервы на этом пути И не будешь постоянно переживать и накапливать все новые и новые счета и долги Финансовая независимость начинается с желания измениться Забить на общественные ожидания, что мне там купить нужно и как моя жизнь должна выглядеть Это правильное мышление, требует от тебя жесткого роботуна на матерой дистанции Это огромная работа, поверь мне, я знаю Но это абсолютно точно того стоит Также хочу порекомендовать три книги по личным финансам И я очень рекомендую их прочесть, они написаны настоящими экспертами в этой сфере В начале моего пути они помогли мне конкретно, когда я только начинал Покажи мне деньги Дэйва Рамзи Я научу вас быть богатым Ромита Сетхи И деньги мастер игры Тони Робинса Эти книги сложены максимально понятным языком, предоставляя карту на пути к финансовой свободе без ненужных телодвижений Я не раз говорил об этом на канале Для меня, когда дело доходит до финансов, неважно, читаю я или слушаю, пусть даже одну книгу в год Для меня это абсолютно необходимо, быть в курсе мира финансов Что я делаю? Я не обязательно изучаю что-то новое Я скорее перенастраиваюсь Я перенастраиваю свою мотивацию, почему я этим занимаюсь, почему это так важно Потому что это бывает непросто Мы приносим столько жертв, двигаясь по этой дороге Поэтому нужный совет Кочевое видео вроде этого, к которому ты можешь вернуться в будущем Поможет тебе не сходить с дороги Этот путь очень-очень долгий Но опять же, я уже не первый раз говорю, оно того стоит Неважно, в каких отношениях ты с финансами Желаю тебе всего высококачественного И надеюсь, что местечко под солнцем финансовой свободы ты себе забронируешь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok